Слава Богу, братья и сестры, я в одно собрание пришел и так было мало народу. Я говорю, слушайте, случайно не восхищение было, что так мало людей. И у вас сегодня тоже мало людей, но слава Богу, больше, чем два-три, слава Богу. Мы пропели для труда на Божьи Нивы, мы готовы все отдать. Если так, слава Богу, слава Богу. Бог благословит нас, наших детей. Хочу, написано, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. А мы, а мы меняемся, меняемся в плохую сторону, меняется характер, меняется здоровье, все меняется. Мы, чем ближе Христос, пришествие Христа, народ меняется, и очень опасно, что не в правильную сторону люди меняются. Передо мной брат напомнил очень важное место. Я просил в одном месте, в большом собрании, поднимите руку, в ком это есть. Брат процитировал 1 Петра, 1 глава, где процитировал, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, братолюбие, любовь. И если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Я попросил, поднимите руку, в кого это есть и умножается. Вы знаете, Ковальчук, Николай поднял руку. Один брат в церкви поднял руку. Я говорю, а остальных нету и не умножается? Ну, написано, в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа. Важно! Если есть и умножается, будет успех, будет и плод. А в ком всего нет? Помогите, что там дальше сказано? Тот что? Тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов. Я заканчивал собрание, и, братья и сестры, если в самом деле один человек поднял руку, что у него это есть, и умножается, а у нас у остальных всех нема, потому что не подняли руки, так давайте будем каяться. И Сталина каяния была очень серьезная, длинная молитва с покаянием. Мы часто не говорим людям о том, что надо каяться. И это очень плохо. Мы понимаем, что здесь все верующие, а кому предлагать покаяние? Все верующие. Сегодня была очень затронута важная тема о грехе. И я хочу продолжить на эту тему немножко сказать. И вот смотрите, что пишет Екклесиаст 7, 17. Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Слышите? Можно умереть не в свое время. У Бога есть время, назначил предопределенные времена и сроки, кто не может пережигать. Но человек, который небрежно может жить в своей жизни, он может умереть прежде времени. И Бог нас предупреждает. Вы знаете, я нашел в своей Библии, наверное, и в вашей это есть. Есть такое место, что мы имеем право господствовать, мы имеем право ненавидеть. Вы согласны с этим? Нет? Господствовать. Вот слушайте, я читаю, если вы не согласны. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Господствовать над грехом мы имеем полное право. Вот Каин не воспользовался этим моментом. Бог предложил ему очень хороший исчерпывающий вариант. Господствуй. Вот грех у порога лежит, твое сердце, но ты господствуй над ним. И он не пободрствовал. И второе место – ненавидеть. Вот ангелу Ефесской церкви Бог говорит такие слова. Я читаю. Вот здесь сказано, что... Вот слушайте, все подчеркнул Бог ангелу Ефесской церкви. Ты имеешь терпение, веру имеешь. И для Дима не может трудиться, и не изнемогал. Но я имею против тебя то, что ты оставил первую твою любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так скоро приду и сдвину святильник твой с места. Шестой стих. Впрочем, то у тебя хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов. Слышите? Которые, Бог говорит, которые и я ненавижу. Видите, имеем право ненавидеть. Но не Николая, а дела Николаитов ненавидеть. А Николая мы должны любить. Брата мы должны любить. Не имеем права, даже ненавидящий брата, написанный человек-убийца. Бог ненавидит дел человеческих. Бог любит человека, любит грешника. Но Он ненавидит дела наши, когда мы делаем плохо. И есть возможность осподствовать над грехом. Есть возможность ненавидеть грех. Для того, чтобы не вошел он в сердце, в разум, в мысли. И это очень хороший рецепт я вам даю сегодня. Для вас, молодежь, и для нас, пожилых. Я иногда говорю, веду по субботам пенсионерское собрание. И говорю, пожалуйста, прошу пристегнить ремни. Потому что мы, пенсионеры, идем на посадку. И он засмеялся. Ну, правильно, правильно. Жизнь наша кончается. И мы после себя что-то должны оставить хорошее. Чтобы люди могли вспоминать хорошо, а не плохо. И вот я даю таких три стиха важных на память, как золотые стихи, для того, чтобы они вам и мне очень много помогли. Это три стиха. Это золотые стихи, как 16, 3.16. И золотой стих. Вот так возлюбил Бог мир. И вот три стиха я даю на память. И они поможут вам выйти из любых ситуаций, если вы будете помнить эти три стиха. Их очень легко запомнить. 1 Иоанна 2.6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Слышите? Поступать так, как он поступал. Это великая специальность добиться такого уровня жизни, чтобы поступать, как поступал наш Спаситель Иисус Христос. И если вы столкнетесь с какими проблемами, разговорами, осуждениями, и вы туда пришли, и вы не должны согласиться, потому что так Христос не делал, так Христос не поступал. И вот этот стишок вас раз и оттолкнет на правильную дорогу. Вы не включитесь в осуждение. Вы не включитесь в те нехорошие разговоры, которые ведутся между людьми. И Бог помилует вас. Бог спасет вас. Второй стих, золотой стих. 1 Иоанна 3.3. Очень легко запомнить. Як 3.16, так запомнить 3.3. 1 Иоанна. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Слышите? Всякий, имеющий сию надежду на Иисуса Христа, понимает, что если Он себя не будет очищать, Он не будет иметь встречу со Христом. Он не может себя не очищать, потому что Он теряет жизнь вечную. И написано, что всякий, имеющий сию надежду на Иисуса Христа, очищает себя так, как Он чист. Будьте святы во всех поступках ваших, потому что Я свят. Бог говорит нам. Это второй стих, очень важный и хорошо, чтобы помнить. Третий стих. Тоже первое послание Иоанна, 4 глава, 17 стих. Любовь до того совершенства достигает в нас, если мы любовью живем, что мы имеем, брат первый прочитывал это место, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем умерись он, как Он поступал. Видите? Имеем дерзновение, когда поступаем так, как поступал Христос. И вот эти три стиха, они очень помогут вам пройти, знаете как? Как не через город, а по обездную. Прямая дорога, без проблем, без светофоров есть дорога. Когда вы вспомните, а, написано, что кто-то говорит, что пребывает в нем, должен поступать так, как он, Иоанна. 2, 6. Так Христос не поступал. И раз, задний ход. Задняя скорость есть, да? Задний ход. И не делать этого. Святые будут иметь участие в воскресении первом, и святые будут иметь участие в восхищении Церкви Христовой. У меня есть интересная тема. Она, знаете, уже на учете пятый год у вас. Я просил Пётра Моисеевича, если когда-то будет такая возможность, позвоните, я приеду. Скажу, ну, надо час, примерно час. Восхищение Церкви до дней Великой Скорби. Доказательство есть в Писании, что Церковь будет взята, она не будет участвовать в Днях Великой Скорби. Давайте я напомню эти пять мест. Напомню, только напомню их. А потом, когда надо будет, я буду говорить, я их повторю и докажу о том, что это так. Церковь не будет участвовать в Великих Скорбях. Это как написано в Матфея 24, из 37 стиха и ниже. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы Небесные, ни Сын Человеческий, а один Отец. Никто не знает и не может знать. Но как было в Одниное, ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Слышите? Никаких скорбей не было. Так будет пришествие Сына Человеческого. Это первое место. Второе место. Евангелие от Луки. 21 глава, последних 3 стиха. Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. А что говорю? Бодрствуйте, да сподобитесь, избежать всех, сих будущих бедствий и пристать при Сыне Человеческого. Слышите? Церкви дана возможность через бодрствующее состояние избежать всех скорбей, которые грядут на вселенной. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. И ожидать... Это все вопросы говорят о избежании великой скорби. 1, 10. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Слышите? Как может, как многие говорят, что церковь должна пройти великую скорбь, иначе она не будет готова к восхищению. Как может одновременно избавлять Христос и ввести церкву в это избавление, в это несчастье? Такого не может быть. И четвертое место. Третья глава книга Откровения. Это Ангелу Философийской Церкви Господь обращается. И 10 стих. Я не цитирую там многие стихи, потому что только основной указываю. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Слышите? Четвертое место. Говорит, что Бог сохранит. Бог не допустит, чтобы его невеста участвовала в великих скорбях. Трудности переживаем мы, до восхищения переживать будем трудности. Но именно при Антихристе церковь не будет на земле. И пятое место, как печать, ставящая на эти четыре места, это тоже фессалоникийцам. И сказано, но вы, братья, знаете, что не дает открыться ему в свое время? Антихристу, человеку греха. Вот кто знает? Поднимите руку. Слава Богу, есть знающие люди. Знают люди. Павел говорит, что вы знаете, что не дает открыться ему. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, покуда не будет узят удерживающий теперь церковь. Тогда откроется человек греха, сын погибели. Слышите? Когда откроется он, я вас не готовить буду к приходу Антихриста, к начертанию или к великой скорби. Я готовлю людей к встрече со Христом на воздухе. Мы имеем такую славную надежду, что очень скоро придет Христос. И мы должны к этому готовиться, как сегодня вся тема настроена на подготовку. Почему Христос сказал 22 глава книги Откровения 11 стих Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернется, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Неправедные будут восхищены, а будут восхищены святые. Поэтому мы должны это знать. Вот я назвал пять мест, которые говорят о том, что церкви на земле не будет до прихода Антихриста. Я хочу еще один полезный совет дать всем нам. И я был недавно на крещении, большое крещение было, и так стихийно меня вызвал, брат, я говорю, скажите, пожалуйста, нашим крещальним, что-нибудь, вы старый служитель, можете что сказать. Я сразу, ну, знаете, как стихийно, я говорю, хорошо, я скажу, дорогая молодежь, говорю, дорогие пенсионеры, все мы, слушайте внимательно. Книга Иисуса Навина, первая глава, восьмой стих. Сказано так, я говорю, полезна вам, дорогая молодежь, знак, и нам, всем, оно полезно, Слово Божие, для наставления, для обличения, для исправления, для наставления, праведность, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Я говорю, книга Иисуса Навина, 1,8, да не отходит вся книга закона, от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано, тогда ты будешь благоуспешен и будешь поступать благоразумно. Я говорю, дорогие крещаемые, молодые, сестры, братья, вот видите, вы же хотите иметь успех, выходить замуж, жениться, хорошую подругу иметь, спутницу жизни, вот будет успех, слышите, когда? Когда вот эта книга не будет законно отходить от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен и будешь поступать благоразумно. И еще один стих напомнил, Евреям 12, 1. Свергнем с себя всякое время и запьянающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащие поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению и осел одесну и престола Божьего, помыслите о претерпевшем на собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Вы еще не до крови сражались против греха и забыли утешение, которое предлагается вам как сына. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Господь наказывает тебя или обличает. Ибо Господь, кого любит, то и наказывает, бьет всякого сына, который принимает. Если мы терпим наказание, то Бог поступает с нами как с сынами. Есть ли какой отец, которого бы не наказывал сын, которого бы не наказывал отец? В моей Библии я написал, можете проверить в конце, я написал есть. Красным карандашом поперек так написал есть. И знаете, кого я написал? Своего зятя, Брага Ваня. Говорит, есть, у меня зять такой. Никогда не наказал ребенка. Ну, люди говорят, значит, не надо было наказывать, послушный? Да, послушный. Послушный, но никогда руки на него не поставил. Не наказал. Я написал, Брага Ваня. Обратите внимание, я процитировал это место, чтобы мы свергнули себя, всякое бремя и запинающий нас грех, это шламбам, стоит красный сигнал светофора с грехами. Нельзя идти вперед. Надо свергнуть себя. И тогда мы имеем доступ к престолу, благодати, чтобы получить то, что мы просим у нашего Господа. У меня мало времени осталось, а я еще хочу сказать за свою работу. Поэтому пусть Бог благословит нас и поможет нам. Брат напомнил одно из важных мест Якова, что хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертвая. Как тело мертвого без духа, так вера без дел мертвая. У нас один брат проповедовал вторую главу эфицианам, что мы благодатью спасены и дошел до 10 стиха, 10 стих не прочитал. Я говорю, Толик, ну ты же, ну ты сказал, помолился, а мне не сказал. Ну прочитай 10 стих. Он очень скупой и никогда копейки не дает на миссию, на милосердие и так далее. И он говорит, мы благодатью спасены. Не от нас Божий дар, чтобы никто не хвалился, не от дел, а мы благодатью спасены. Ну я говорю, благодатники, слушайте внимательно. 10 стих. Ибо мы его творения созданы во Христе, Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Слышите? Я говорю, Толя, ну ты же не прочитал этот стих. И вот обратите внимание, братья и сестры, что мы, я вот уже 10 раз, 11 раз ехал в Молдавию по миссии милосердия от нашей церкви. С миссией милосердия, оказанием помощи сиротам, вдовам, многодетным, инвалидам и пенсионерам. И мы обслуживаем два сиротских дома. Опница, при молитвенном доме сиротский дом, и село Фалеште, если тут есть бельчаны, из Молдавии, они знают, что все село Фалеште есть, при молитвенном доме есть сиротский дом. Вот мы по помощи, по милосердиям Божьим мы обслуживаем эти два сиротских дома. Вы знаете, сколько за 11 лет я завез картошки в церквях Молдавии? 98 тонн картошки. Ну и больше 10 тонн риса. Вот прошлый год две тонны риса, 10 тонн картошки, тонну растительного масла, развозили по домам, молитвенным домам, сирот, вдовы, престарелые. И в этом году как никогда засуха. Петр Моисеевич может прямо сказать, что в Молдавии засуха как никогда. В мае, в начале мая был дождик и 10 и 11 августа повторился дождик. Сегодня это было без дождя. Картошки почти нету, подсолнуха, кукурузки, горячок засыхает. Вот сейчас немножко пошли дождики, но уже не спасут картошку, кукурузу? Не спасут. И вот я 18 числа намереваюсь, если будет Богу угодно и живы будем 18 сентября, отправиться с такой же работы в Молдавию. Молдавию. Я хочу вам процитировать одно место священного писания Матфея 25 глава 31 стиха. Но когда придет он, сын человеческий, его славе своей и все ангелы с ним, и соберутся пред ним все народы, и отделит он одних от других, как пастор отделяет овец от козлов и поставит овец своих по правую в свою сторону, а козлов по левую. И скажет тем, которые по правую, 34 стих, придите, благословенные отца, мы его наследуем и царство, уготованное вам от создания мира, ибо я алкал, и вы дали мне есть, я жаждал, и вы напоили меня, был странником, приняли меня, был нагадили меня, был болен, и в темнице, и вы посетили меня. Они скажут, Господи, когда мы видели тебя в таком состоянии? И Христос говорит, так как вы сделали одному из меньших моих братьев, вы сделали мне. И скажет тем, которые по левую сторону, 41 стих этой главе 25, отойдите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо я алкал, те же самые слова Христос повторит и тем, которые ничего не делают, ибо я вот алкал, жаждал, и вы не дали мне есть. И пойдут, написано в России, в муку вечную, последний стих этой главы, а праведники в жизнь вечную. Ну, если вы помните, на уходоносуру преподал человек Божий Даниил такой урок, чем искупить грехи твои беззаконные, милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Поэтому Бог преподает нам полезные уроки, если мы притворяем Слово Божие в жизни, если мы слушаем, исполняем, служите Господу со страхом, радуйтесь пред Ним с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогнелся, и чтобы вам не погибло в путях ваших Псалом 2. Поэтому мы, наша цель, братья и сестры, я, знаете, как сказал в нашей церкви, пока молодой, хочу трудиться. А вы знаете, сколько мне Рокеву, я говорю Рокеву, у нас Украинская церковь, мне вот 12 числа этого месяца исполнится 78 год. Ну, я думаю, слава Богу, я же еще не старый, вот как вчера все помню, молодой был, и 78 лет уже, вот оно дальше, а при большой крепости 80 лет написано, Моисей, человек Божий, говорит, и самая лучшая пора из них, труд и болезни. И вы знаете, почему я трудюсь? Я боюсь перестать трудиться, если перестану трудиться, я начну болеть. Я хочу на ногах умирать, хочу трудиться и на ногах умирать. Ну, я так хочу, я не знаю, как Бог согласится с моей волей. Я так прошу Бога, чтобы никто за мной не ухаживал, хочу трудиться. Для труда на Ниве Божий мы готовы все отдать, но не будем же ленивы, пока день не будем спать. Посвятим же Иисусу вот всю свою жизнь. И я думаю, если, вот скажите, кто самый больше прожил в истории человек, который не умирал? Самый больше прожил кто? Кто? Мафусал и еще кто? Я еще нашел больший. Вот посмотрите, живыми на небо взяты Илья и Енох. Так сколько Енох уже лет? Больше четыре тысячи лет? Он живой. Они, эти два человека, Инох и Илья придут в дни великой скорби для того, чтобы умереть. Потому что евреям 9, 27 написано, человеком положено однажды умереть. Но многие говорят, что Моисей и Илья будет. Я не согласен, потому что Моисею Бог сказал, пойди на гору и умри. А Илья и Енох, если это будет Илья и Моисей, то по блату, по-видимому, Бог взял Еноха. Так не будет. Придет Илья и и Енох. Не великой скорби. Так вот, смотрите, эти люди прожили столько лет больше нас, больше Мафусала. 969 лет прожил Мафусал, без 31 года тысячу лет прожил Мафусал. Это же огромное число. А я не дожил еще до 100 лет и уже говорят, старик. Мы и в старости плодовиты и и Сочи. Слава Богу. Слава Богу. Не сдавайтесь. Идите вперед. Привет вам, Христово, цветущие племя, рожденные в бурях великой судьбой. Нас грозно встречает, в последнее время зовет на последний решительный бой. Стеною, стальною полки боевые, не веря нам идет на лютую брань. Теснее, сплошните ряды молодые, решительной битвой никто не отстанет. Так будем трудиться, братья и сестры. Я, знаете, чем еще хочу похвалиться. Мне братья говорят, ты же едешь уже 11 лет, 12 год едешь в этом году. Почему ты едешь на такой машине? У меня есть машина, в которой в вашей церкви такой машины нет. Я приехал, если пожелаете, привыкайте, посмотрите. И в нашей церкви такой машины нет. У меня Мерседес 240-й. Ну, говорят, а с какого года ваша машина, брат Гриша? Я говорю, с моего года. Я ей буду на следующий год 30 лет. Машине 30 лет. Я ее купил за 1800 долларов. И до пришествия Христа нам не хватит. И один дилер сказал, американец, у вас самая самая плохая машина. Я говорю, почему? Потому что такие машины не ломаются. Я говорю, слава Богу, мне такая машина нужна. Вот я на такой машине еду. Ни одного цента из того, что люди дают для сирот, вдов, я боюсь, стакан воды выпить за эти деньги. Они должны, это Божий карман, они должны достигнуть сироты, вдовы, коллеги, бедного. Я на одном американском собрании говорил, переводчик переводил, и брат Алик говорит, а я тебе даю 40 долларов на пиццу и на воду. Если ты с этих не возьмешь, я тебе даю 40 долларов на пиццу и на воду. Я говорю, это другое дело, с этих я использую для питания. А так я не буду брать, я боюсь, я боюсь огня потерять за какого-то доллара, потерять жизнь вечную не хочу. Поэтому, если кто-то из вас пожертвует для Молдавии один доллар, он до цента дойдет до вдовы, до сироты, до беда. Пусть эти слова в моем и в вашем сердце растворятся верою и чтобы мы принесли обильный плод в жизни нашей. Прошу, помолитесь, 18 числа, это даже две недели нет, я буду отправляться на Молдавию, на Франкфурт, с Франкфурта, на Кишинев, с этой работой, которую я вам частично сказал. Слава Богу, что Бог помог нам собраться в этот вечерний час и слышать такие полезные уроки. Молодые братья очень хорошо говорили. Я благословляю молодежь. Идите вперед, не унывайте, но свергнем с себя всякое бремя и запинающие грехи в нос. Нас Бог обильно благословит, как Иосиф облагословил Бог. Пусть Бог поможет мне вам Аминь. Преклоним коллеги, совершим молитву. Боже, мешали синий воскресенье. Благодарю. Благодарю. Благодарю.